Одна за другой опасные ветки падают на землю, да и тополиный пух людям докучать больше не будет. Деревья, угрожающие здоровью прохожих, приводят в порядок по обращениям жителей двора на проспекте Карла Маркса. Быстро вызвать бригаду, чтобы спилить нависающие над тротуарами ветки, помог общественный совет микрорайона. Хорошее решение, чтобы появились такие советы, потому что они именно представители, именно жильцов, представители простых людей, тем более у нас больше пенсионеров здесь. В этом году для наиболее эффективного взаимодействия с жителями создана специальная должность, управляющая микрорайоном. Его номер телефона есть у всех общественников и активистов. То, что во дворе на Карла Маркса спиливают аварийные ветки, только первый шаг. Здесь необходимо привести в порядок газоны, тротуары, детскую площадку. Важно, чтобы жители, общественники и районные власти работали вместе. Именно в этом взаимодействии будет наибольший положительный эффект, когда мы будем работать именно с активными жителями. А жители у нас, я скажу, неплохие. Жители у нас активные. Жители хотят работать над тем, чтобы их придомовые территории, их какие-то детские площадки действительно были комфортны для проживания. Во всех дворах это основное – дороги. Благоустройство мы потихонечку делаем, устанавливаем архитектурные формы, детские площадки. Но на дороге нужны основные деньги. Поэтому мы в ближайшее время как раз и будем их делать. Застрим на это внимание. Чтобы привлечь в район средства, существует множество региональных и федеральных программ. Одна из них – комфортная городская среда. Жители двора на Карла Маркса намерены подать заявку на участие в ней. Алина Чемери, Станислав Левин. События. Алина Чемери, Станислав Левин.